здравствуйте друзья здесь демитков юрий последнее время у меня очень часто спрашивают почему я перестал внимание обращать на акции и мне говорят что побольше бы про акции что надо бы делать обзоры про акции какие акции купить какие акции принесут наибольшую доходность почему я сейчас реже стал обращать внимание на акции и увлекся срочным рынком но смотрите весь прошлый год фондовый рынок рос и я рассказывал про акции но во первых все мы знаем что фондовый рынок может не только расти но и падать но и он не может бесконечно расти и когда он слишком долго растет то чем выше он вырастет тем глубже может быть падение вот в чем дело и поэтому я последнее время как-то вот притормозил с покупкой акции то есть он у меня там они закуплены я их не продавал но я получил хороший дивиденды у меня был обзор по модельному портфелю совсем недавно там шикарные результаты были вот но стоит ли докупать акции и когда их докупать вот и вот сегодня 24 февраля у нас в россии выходной день биржа не работает кроме санкт-петербургской бирже санкт-петербургского отделения потому что она работает с международным рынком международные активы и я вижу там падение давайте посмотрим как выглядит сегодня индекс s&p 500 вот это сегодняшний день открытия сегодня понедельник на мировых рынках причем в америке биржа еще не открылась она откроется в 17 часов но здесь все уже ясно почему так происходит я не знаю там ситуация с коронавирусом но факт остается фактом сегодня сильное падение что это падение или ну коррекция или обвал но я считаю и я давно ожидал в принципе коррекции и многие ожидают коррекции вот сегодня с утра я читаю на значит смотрю заголовки в основном и там в общем то все как-то вот тревожно там обвал падение значит там коррекции и так далее ну все ожидали коррекции конечно же и вот она случается давайте посмотрим на этот же график да давайте посмотрим ну сначала на все графики вот смотрите индекс доу джонса падает s&p 500 падает nasdaq 500 падает russell падает никей падает еще больше евростокс падает просто обвал dax германский падает и только один индекс растет что это за индекс но это индекс страха поэтому в росте индекса страха нет ничего хорошего он начал расти вот что это за индекс он еще не дорос до максимальных значений индекса но тем не менее уже приближает сейчас 19 45 давайте посмотрим вернемся к s&p 500 и посмотрим дневной график это уже другой масштаб был часовой сейчас дневной посмотрите сильно он упал но с 3 400 если считать до 3 250 то ну на часовом графике это кажется полным полный пипец наступил а если на дневном графике посмотреть то это всего лишь коррекция которая но до 3 200 в принципе она вполне ожидаемо было и поэтому в общем то и не надо было торопиться с покупкой акций вот поэтому я их и не очень покупал куда он будет падать но даже если он упадет до 3 100 ну в принципе это ну как бы еще десять процентов это это считается еще коррекция то есть если вот он до сюда опустится и даже до 2 900 наверное это будет еще но не обвал вот но то есть ему еще есть куда падать и когда начинать покупать акции задумываться когда их подхватывать неизвестно пока будем наблюдать поэтому но что я ожидаю завтра да теперь давайте посмотрим на индексом нефти который меня очень сильно конечно же волнует потому что вы знаете что меня опционная стратегия на нефти ну нефть упала и она упала не так сильно как индекс s&p 500 вот но мне это очень даже нравится это очень комфортные условия для меня потому что на завтра у меня экспирация по моей опционной стратегии на нефть и я посчитал вот сейчас вы видите табличку в экселе я переписал все свои позиции которые у меня открыты по нефти это вид опционов call это strike это значит проданные опционы красненьким и черненьким это купленные опционы все они не в деньгах поэтому по проданным опционам премия должна стать моей окончательно завтра а покупленным сгореть в ноль ну и вот я подвел баланс у меня продано 13 опционов calls 50 восьмым страйком это я сделал самое самое последнее время только что буквально не только что в пятницу когда я понял что скорее всего нет будет падать 59 calls 59 страйком у меня продано 35 штук и продано 20 штук опционов call со страйком 60 посмотрите по каким ценам они куплены 13 опционов call со страйком 58 проданы по 0 91 вот вы видите цена за баррель каждый опцион это 10 баррель то есть вот грубо говоря 130 умножить на 91 и это будет моя премия здесь минус 35 опционов то есть продано 35 опционов и премия 0 96 85 71 это премия которая будет станет моей то есть 350 умножить на 0 968 долларов вот здесь 200 будет у меня умножить на 0 51 25 долларов соответственно вот эти деньги у меня сгорят 50 умножить на 0 442 доллара и 1000 умножить на 0,2 то есть 200 с лишним долларов тоже у меня сгорят вот здесь вот наоборот 0 14 умножить на 1000 это я получу и полтора на 800 полтора доллара на 800 баррелей я получу вот от этой позиции окончательно они станут моими и 100 умножить на 1 345 долларов я тоже получу завтра но они у меня уже виде вариационной маржи вот они накопились такие деньги вот эта позиция которая полтора на 8 на 800 это уже семьдесят пять тысяч 166 они у меня уже виде вариационной накопленной маржи у меня и ну в результате будет 1202 доллара вот здесь вот я вот здесь вот вы видите я формулу сделал количество умножим на среднюю цену открытия умножить на 10 потому что 10 баррелей вот это табличка она в долларах в долларах вот этот вот столбец цифры но вы видите что максимально 1202 доллара вот их просуммировал получилось что вот эта стратегия принесет мне но актуализируется 1813 целых пятьдесят семь сотых доллара я посчитал сколько уже накопленного вариационная маржа это 95 тысяч рублей значит вот эти доллары я умножил просто на 64 приблизительно чтобы посчитать получилось сто шестнадцать тысяч ноль шестьдесят восемь рублей сто шестнадцать тысяч рублей стратегия должна принести но завтра мой счет должен увеличиться после обеда ну примерно на двадцать одну тысячу рублей потому что сто шестнадцать тысяч всего должно быть потому что если все останутся вне денег с большой вероятностью они там и останутся вот из них 95 уже виде вариационной маржи накопилось сейчас ну то есть завтра с утра там скорее всего вариационная маржа изменится и соответственно ну вот это вот сумма по текущему состоянию будет моей вот так поэтому смотрите что делать когда рынок падает и когда мы ожидаем ну и миро как бы не ожидаем роста и ожидаем либо боковика либо падения срочный рынок именно поэтому я сейчас на срочном рынке а на срочном рынке максимальную доходность можно получить на опционах поэтому я занимаюсь опционами и вы видите что опционные стратегии приносят прибыль я недавно рассказывал о том что индекс ртс принес мне опционная стратегия на ртс и принесла прибыль 10 процентов годовых ну здесь где-то в районе ну побольше будет там в районе 30 наверно процентов дело в том что я ну вот это вот все цифры да вы не думайте что это все вот 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 так вот сразу и все то есть вот эта чистая прибыль нет в процессе работы с этой стратегии я вот эти позиции менял у меня были в начале месяца совсем другие позиции и когда я их менял я естественно менял их в убыток то есть я фиксировал убытки по позициям поэтому я думаю как мне посчитать всю эту прибыль ну наверное как-то попытаюсь это сделать завтра ну что еще могу сказать насчет акций акции поэтому вот я пока еще не знаю какие покупать я считаю по-прежнему что лучшие продукты сейчас которые надо вкладываться это ноты про которые я неоднократно рассказывал и я наверное даже в следующем видео расскажу про ноты которые ну предлагает бкс например про ноты в открытии я уже все рассказывал сейчас в открытии ноты к сожалению стали менее доступными они стали минимальная нота стала 250 тысяч рублей но не хочу вас обнадеживать в бкс в общем-то 300 тысяч ноты стоит тоже но они есть очень много интересных поэтому я о них буду рассказывать и ноты они не могут быть дешевыми по своей природе то есть 100 тысяч это вот это очень сильно если вы найдете ноту за 100 тысяч рублей там есть продукты защитой капитала и на 100 на 100 тысяч рублей но это продукты защитой капитала они немножечко другие там другая доходность там участие в доходности они не ежемесячный там и ниже квартальный даже купон вот такие дела поэтому я считаю что сейчас актуальны либо срочный рынок либо ноты либо облигации которые дают гарантированный но маленький доход ну хотя бы маленький но гарантированный по крайней мере они не упадут но ты позволяют получить доход при небольшом падении а я не ожидаю большого падения рынка поэтому ноты я считаю что очень актуальны и тем кто хочет заработать на падении конечно надо учиться на срочном рынке и вот сейчас я как раз уже начал курс по опционам он начался прошло первое занятие оно прошло очень интересно на самом деле я рассказал только про особенности срочного рынка их надо очень внимательно понять потом поэтому я очень подробно рассказывал их надо ну как бы осмыслить с чисто философское зрение потому что там всего по-другому и были вопросы и были вопросы очень интересные что говорят о том что люди начинают ну очень грамотно думать туда куда надо думать в том направлении в каком надо это мне очень очень нравится ну вот были заданы вопросы на которые я вот буквально сегодня в 17 часов будет следующее занятие и я продолжу немножечко уже с другой стороны отвечать на эти же вопросы потому что ну как то вот вопросы касались стоимости фьючерсов и так далее то есть там все необычно я буду рассказывать немножечко с другой стороны и совершенно логично мы сегодня начнем я думаю уже переходить к опционам что такое опционы и ну все вот эти вот страйки путы колы купленный опцион проданный опцион г.о. покупателя г.о. продавца премии опциона что такое опцион американского типа европейского типа вот это вот но я как-то достаточно быстро должен рассказать уложиться но собственно говоря ну и будет новая пища для размышлений вот такие планы да и о представлении вот этих графиков чтобы люди научились понимать что же значит вот эти вот жуткие графики которые я регулярно показываю по стратегиям что еще интересного было на курсе один человек мне написал что говорит слушай я на самом деле уже год торгую опционами но я записался на твой курс потому что но не все понятно на самом деле может быть что-то увижу нового а цена такая низкая за этот курс что в общем сказать но она ничего не стоит поэтому я решил записаться вот так почему потому что цена за курс по опционам было до 15 февраля 2000 рублей сейчас она 4000 рублей с 1 марта я вам точно могу сказать что я повышу ее но минимум до 5000 рублей и еще могу сказать что в настоящий момент вот по 4000 рублей и тем кто закончил курс биржи для чайников скидка тем кто приобрел курс биржи для чайников скидка на курс по опционам 50 процентов делайте выводы записывайтесь и вы будете понимать что делать во время коррекции она сегодня все спасибо за внимание поставьте пожалуйста лайк подписка с вас с вами был демитков юрий до встречи